да здравствуйте рад всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре поэтому я как всегда традиционно спрашиваю как меня слышно ставим плюсики вот если слышно меня хорошо буду рассказывать потому что teams это классная коммуникационная платформа которая которая позволяет не только взаимодействовать с коллегами с учащимися а также позволяет интегрировать множество сервисов которые вы используете в своей повседневной практике деятельности и так далее мне хотелось бы конечно узнать какая масса сегодня людей собралась из тех кто пользовался тимсом поэтому давайте тогда поставим минусы те кто еще не пользовался и там допустим плюс минус если вы хотите начать уже пробовали с кем-то встречаться тимси и плюс плюс если вы запускаете запускаете свои занятия уже в тимсе ну классно то есть у нас много людей которые уже используют тимс то есть если вы пришли сегодня ради каких-то тонкостей чтобы узнать как сделать какие-то настройки то спрашивайте и из тех кто уже пользовался тимсом то помогайте отвечать на вопросы так как возможностей в тимсе очень много начнем мы с самых простых то есть те возможности которые предоставляет наша коммуникационная платформа я сегодня кстати подготовил отдельную группу чуть позже скину ссылку во время своего выступления попробуем подключиться и по взаимодействовать в тимсе и так скачать можно непосредственно вот с главной страницы microsoft а тимса и можно использовать данную программу как доступную версию так и в приложении я в последнее время наблюдаю что в приложении работает даже немножко быстрее даже если взять тот же ватсап или другое какое-нибудь приложение которое вы используете на телефоне то чтобы использовать его на компьютере нет необходимости скачивать а просто открывайте в браузере единственная проблема многих участников это у тех участников которые используют впервые это конечно логин и пароль да то есть пройти регистрацию вам необходимо будет самостоятельно я хочу заметить то что ваш логин от skype будет подходить поэтому помните логин от skype вводите помните свой майкрософтовский аккаунт вводите его и используйте итак для того чтобы войти в тимс вы если установили эту программку то просто выбираете пуск microsoft выбираете это приложение и запускаете для использования вводите адрес входа и здесь я вам представил основные команды то есть то есть когда первый раз увидел тимс я подумал что очередная платформа для связи очередной messenger сколько их можно создавать но потом оказалось это совсем не так на то время я использовал slack а это коммуникационная платформа где программисты между собой обменивались какими-то мнениями вот и тимс оказался полной копии да ну конечно microsoft имеет больше сферы влияния не могут распространить свою коммуникационную платформу и коммуникационная платформа это не просто приложение это возможность объединять в одном месте множество различных приложений и в начале этого года с февраля по май я участвовал в конкурсе microsoft ii-guardians это microsoft конкурс по искусственному интеллекту в образовании и microsoft тогда как раз делала акцент что любое приложение необходимо создавать для того чтобы можно было интегрировать в тимс и из тех кто раздумывает использовать или нет то я думаю что данная платформа вам будет предоставлять массу дополнительных преимуществ то что нельзя допустим сделать с помощью своего веб-сайта или с помощью своей системы дистанционного обучения да здесь всегда можно будет дополнить различными модулями и сделать интеграцию ну давайте тогда разберем вот у вас основное меню который необходим будет использовать расположен вот здесь верхней колоночки давайте вам обозначу это будет первое то что вы должны изучить здесь представлена возможность выходить в чат создавать команда команда это тот класс с которым вы взаимодействуете или можно сделать команду учителей если вы ведете где-то на факультете или где-то в школе вам необходимо взаимодействовать не с обучаемым но и со своими коллегами после того когда вы выбираете какой-нибудь элемент из основного меню у вас предоставляется возможность получить расширенный доступ к этим элементам в командах и чатах то есть вы создаете какую-то команду и те кто входят в определенную команду будут видеть взаимодействие которые происходят в этих чатах то есть можно даже организовать работу в классе и работу по подгруппу и те участники которые не входят в данную команду соответственно они не будут видеть ни вашей переписки не тех данных которые вы пересылаете в других в другие команды дальше переходим к тому как организован удобный поиск по teams всегда сверху вы можете найти либо ту команду либо какой-то документ который вы уже располагали или веб-сайт и так далее удобным образом то есть организован поиск участников поиск участник обычно начинается с такого символа потом пишите имя того участника которого хотите найти и аналогично и сразу вы попадаете в переписку с этим участником что довольно сделано удобно на принципе в любом мессенджере точно также происходит взаимодействие поиск то там же скайпе ватсапе вы всегда быстро находите любого участника и начинаете с ним переписку здесь у вас отображается вот здесь статус который до доступен для данной группы так и основное взаимодействие происходит естественно вот здесь в центре центре экран да то есть про это основное взаимодействие мы сегодня будем с вами говорить итак переходим то есть вот я сделал print screen своего microsoft teams и здесь вот представлены те команды которые я создаю то есть для тех с кем я занимаюсь математикой для тех с кем я занимаюсь уже непосредственно машинным обучением это раздел уже идет есть личная группа для семьи да то есть можно взаимодействовать со своими членами семьи и заметьте то что взаимодействие в определенной команде не выходит за рамки то есть то чтобы располагать у себя вот в этом в этой группе будет доступна только для членов этой команды так а то что я обещал вам сегодня создал ссылочку для нашего взаимодействия посвященная microsoft teams так я наверное настроил удаленный помощник сейчас посмотрим как будет видно мой экран тогда так демонстрация экрана и так видим экран тоже поставьте плюсик если видим то я буду показывать как я это делаю вот у нас есть microsoft teams и здесь мобильные технологии в обучении то есть различные инструменты которые предлагают да и я могу быстро получить ссылку для на этот канал и с вами поделиться поэтому для тех участников кого установлен teams я думаю вы мгновенно войдете в эту группу и мы уже будем взаимодействовать и в этой группе в этой группе я уже добавил основные элементы то есть здесь мне будет добавлено и записная книжка добавлено добавлено материала добавлено презентация вот видите если мы зайдем в раздел файлы то сегодняшнюю презентацию я добавил в раздел файлов так ну что видно слышно мобильные технологии в обучении возвращаемся на нашу группу microsoft teams и думаю из тех участников которые есть так вот я могу создать новое взаимодействие написать всем привет так если кому-то что-то непонятно вы уточняете непонятно что нажать куда подключиться поэтому что необходимо вам либо скачать microsoft teams и войти под свои учетные записи либо войти под свою учетную записью в вебе ну давайте тогда еще будут подробно пункты того как необходимо подключаться я пока знакомлю вас с с основными командами которые есть да то есть слева сверху у вас представлен чат то есть вы всегда можете войти в чат и те чаты которые у вас открыты сразу уже взаимодействовать в этом чате потом в каждый чат добавляется группа контактов то есть если у вас есть email и ваших обучаемых вы можете ввести эти email и обучаемых и они автоматически попадают в этот класс здесь представлены пошаговые инструкции как написать сообщение непосредственно участникам то есть вы переходите в раздел контакта вот этот вот раздел контакта потом в контактах выбираете того обучаемых с кем хотите взаимодействовать начинаете новую беседу да и уже снизу можно писать так как я вам говорил тем кому при переходе выдает ошибку чуть позже мы создадим новое собрание microsoft teams и и там уже я думаю практически у каждого получится войти в эту группу я пока вас знакомлю с основными возможностями а где-то в середине нашего сегодняшнего вебинара мы попробуем подключиться и будем взаимодействовать и так давайте знакомиться дальше с основными возможностями то есть любая коммуникационная платформа любой мессенджер он позволяет удобным образом делиться файлами и для того чтобы поделиться какими-то файлами вывод в этом взаимодействии взаимодействие нажимаете на раздел файлы которые расположены всегда сверху сейчас я вам когда перейду на демонстрации экрана покажу что вот есть раздел файлы да и вот здесь вы имеете возможность либо перетянуть сюда любой файл который у вас есть либо через кнопочку добавить новый вставить тот файл который вы хотите поделиться со своими обучаемыми так дальше идем да как организовать собрание то есть вот для того чтобы организовать собрание вы нажимаете на встречу да и вот то что я говорил да сейчас я тогда поделюсь ссылочкой на встречу так и На мгновение Мне необходимо перезагрузить Так, пока перезагружается компьютер Так, пока перезагружается компьютер Раз, два, три, четыре, пять На основном компьютере Моя компьютер не дает Поэтому я просто славироваю Объедусь той встрече, которую я сказал Так, здесь слава рабочий стол Слышно меня со второго компьютера Сделайте переключение И захотели сначала Здорово, так далее И вот теперь я вам перезагружаю ссылку на встречи, которую я создал Здорово, так далее Сейчас я вам перезагружаю ссылку на встречу, которую я создал Потому что есть такая тонкость, что когда вы создаете команду, нужно предварительно добавить участников, которым необходимо будет разрешить участвовать в команде. Ну что, получилось войти? Есть. Елена подключается. Здорово, также есть. Елена подключается. Здорово, тогда вот по этой ссылке мы подключились к команде. А я попробую. Настройки, чтобы вернуться на основной экран своего компьютера. Да, у меня получается Microsoft Teams перехватить устройство камеры. Когда я с вами поделился, можно использовать для одного приложения. Когда я с вами поделился вот этой ссылочкой, ну и все. Теперь мы все встретились с Teams, можно продолжить наше взаимодействие с Teams. Я тогда попробую. Сделать демонстрацию экрана. С одного экрана буду вещать, а со второго буду показывать то, что происходит. Так. Экран 2. Начать трансляцию. Демонстрацию экрана. Ну все. В режиме реального времени произошла большая заминка. Ну все. В режиме реального времени произошла большая заминка. Это связано с тем, что он отключил мою камеру. Поэтому те участники, кому удалось подключиться к Microsoft Teams. Вот буквально одни нажатия сразу, когда удалось подключиться к Microsoft Teams. Вот буквально одни нажатия сразу оказались вверху. Я сделаю подтверждение то, что я разрешаю всем подключиться. В аналогичном образом вы будете делать с обучаемыми. И сейчас мы видим в режиме реальное время, что те участники, которые присутствуют на нашем вебинаре, то есть мы будет видеть себя для того, что вам удалось. Поэтому видеть себя никакой сложности в подключении и организации связи Microsoft Teams, и те, кто использует Microsoft Teams, мы будем разбирать основные команды, связанные с проведением мероприятий. Ну, здесь основные команды, я, конечно, могу показать через меру, то есть вот преподаватели, основной вопрос в университете, например, в выборе Teams сразу показывают презентацию, которую они подготавливают, да, и здесь аналогично тому, как я сделал демонстрацию, обратите внимание, при данной комнате вы запускаете демонстрацию своего экрана. Обратите внимание, что по таким преимуществам является, что можно демонстрировать не только свой экран, да, а можно сразу запускать приложение. В удобном приложении является вайтборд. Вайтборд – это доска, которая позволяет сразу с легкостью вставлять то, что вы видите на своем экране, и сразу с помощью какого-то стилуса сразу писать на этой доске. Когда вы используете мышку, это не так удобно, поэтому лучше, конечно, приобрести графический планшет или сразу взять какой-нибудь компьютер с рукописным вводом, и поверх этого экрана сразу писать. Например, если я сейчас запускаю этот вайтборд, то можно будет сразу писать на этом экране, и в связке с этим вайтбордом лучше какой-то, конечно, захвата экрана. Виталий Ставиславович, если можно со звуком где-нибудь отключить один микрофон, потому что фонит очень сильно раздваивается. Вот у меня немножечко маленькая версия, и вот у меня немножечко маленькая версия, я вам перетянул. И когда мы запускаем этот инструмент не пинкнул, и когда мы опускаем какую-нибудь книгу, я обычно что я беру часть экрана, то есть если я беру какая-то книга, ну давайте я покажу, как как я, например, захватит экрана с веб-сайта, переключусь, переключусь. Беру инструмент вот этот вот ножнички, выделяю такую, этого экрана, возвращаясь в наш Microsoft Team и могу непосредственно сюда вставлять то, что перехватил. Здесь можно будет вот так писать карандашиком, выбирать разные цвета и также можно будет запускать то, что вы пишете в приложении. То есть это доска, которая позволяет взаимодействовать с участниками. То есть вы когда пересылаете ссылку на эту доску, то участники могут непосредственно рисовать на этой доске. Так, мне пишут небольшую ошибку в подключении к интернету. Слышно, видно меня хорошо. И если слышно, видно хорошо, то есть я вернусь к нашей демонстрации экрана, к нашей презентации, которая была. И продолжу дальше. Итак, то есть вот как организовать собрание. Вот здесь я как раз остановился на этой вкладочке, сразу же протестить, сразу же в режиме реального времени продемонстрировал вам, что можно организовать собрание и поделиться ссылкой на это собрание. То есть около, не знаю, 40-50 человек мгновенно подключилось к нашему собранию и могут взаимодействовать друг с другом. Поэтому, так, быстренько переключилось, вернусь на прошлую вкладочку. Так, вот. Поэтому, как организовать такое собрание, то есть вы должны именно создать это собрание в каком-то классе. То есть у вас есть класс и здесь вы можете организовать, создать команду. То есть команда это те участники, которые будут взаимодействовать. Поэтому, как бы, прямого названия, что вы создаете класс, нет, вы создаете команду. Это будет ваш класс, где будут расположены ваши обучения. Добавить туда студентов. То есть можно либо добавить целую группу, если вам доставил учил университет и есть список тех e-mail. Вот. Я в последний раз показывал с Zoom и взял, добавил всех в список участников. Но многие участники, потом спрашивали, откуда e-mail как-то появился. Поэтому я решил в этот раз не так не делать, а просто вам показывать, что вот у вас есть ваша команда. Вы его называете класс 11 либо группа там такого-то факультета и уже добавляете непосредственно участников в этот класс, в эту группу. Обратите внимание на то, как можно взаимодействовать. То есть, что вам необходимо? То есть, вам необходимо так первое, возьмем карандаш, то есть выбирать класс, группу, с которым взаимодействуете, основные кнопки, элементы управления, те файлы, которые вы будете располагать, будут находиться в этой области, а уже взаимодействие со всеми участниками, отправка файлов, да, там какие-то организации, собрания, или же какие-то объявления, да, для ваших участников, вы всегда будете писать вот здесь, в нижней области. поэтому сейчас из тех участников, которые подключились, да, я могу сделать какой-то так, пуст, так, идем, так, участникам. Все, поэтому дальше как работать с файлами. файлы, это основная вкладка, которая будет представлена, когда вы выбираете какую-то команду, то есть выбрали команду, да, то есть беседы разобрались, вы можете взаимодействовать с участниками вот здесь, да, и основная возможность для работы с файлами, это расположено здесь сверху, то есть все файлы, которые у вас есть на компьютере, можно перетягивать, можно перетягивать в, можно перетягивать drag and drop, да, а можно добавлять через вот эту вот кнопочку создать, да, если вы захотите создавать в режиме реального времени файл или загружать тот файл, который у вас существует. Для работы точно так же я поделился файлом с участниками, да, и презентация, она будет доступна непосредственно в той встрече, которую я вот вам организовал, то есть посмотрим сообщение, то есть попробую написать вам сообщение в Teams, попробуйте ответить, да, и внизу располагается как раз возможность добавлять эти файлы, так, давайте вам продемонстрирую, что в этом есть наши эти файлы, и если сейчас Microsoft Teams, я просто перетягиваю сюда тот файл сегодняшней презентации, да, и он нам предлагает при перетягивании файла, то есть вы хотите поделиться этим файлом или загрузить копию, я хочу загрузить копию, потому что, ну, мало ли кто из участников пожелает изменить что-то в моей презентации, то он сделает изменение в копии, то есть для вас как для преподавателя это будет удобно, когда вы подготавливаете какое-то домашнее задание в Word, и другим участникам нужно сделать какие-то заметки исправления в этом файле, то есть они смогут сделать, дописать или же ответить на те вопросы, которые вы расположили в этом файле, а потом вам отправить. Так, у меня тут уже получилось окно в окне видно, но я даже демонстрирую и в Teams свой экран, и в сегодняшней вебинарной комнате. Так, разобрались с тем, как отправлять наши файлы, переходим дальше к основным возможностям Microsoft Teams, то есть это как планировать собрание. То есть очень удобной функцией является то, что любое мероприятие, если вы проводите там, к примеру, в Zoom или же в Skype, то есть все современные мессенджеры имеют возможность запланировать собрание, то есть чтобы ваш урок проходил каждую неделю в определенное время. То есть аналогичным образом и в нашем Microsoft Teams вы имеете возможность создать или запланировать свое собрание, то есть переходите на вот эту вот вкладочку, которую я обозначил цифркой 1 и организуете какое-то собрание. Давайте вам снова перейдем на демонстрацию своего экрана. И здесь у вас этот новенький компьютер на английском языке, поэтому презентацию я вставлял еще со своего старого компьютера русскоязычного, но принцип один и тот же. То есть вы можете организовать собрание сейчас, либо его запланировать. у нас собрание будет, вот к примеру я захочу запланировать какое-то собрание, у меня есть допустим собрание по прямым трансляциям, прямые трансляции по математике, трансляции по математике. Я их провожу обычно по четвергам, соответственно выбираю время, провожу в 15.00 и провожу в течение часа. То есть я создаю это собрание. То есть все, оно, это собрание занесено в Microsoft Team. Что очень удобно, то есть это собрание можно добавить в Google календарь. То есть вы можете сделать, добавить его в Google календарь, и вот у меня уже в соседней вкладке открывается то, что все данные для этого мероприятия вбесены в Google календарь. Сейчас берите свой Google календарь. То есть я нажал один раз добавил в Google календарь, все, я вижу, что это собрание, могу поменять цвет этого мероприятия и нажимаю кнопочку сохранить. Все, оно попадает вот по четвергам, видите, красненьким таким выглянулось, попадает в четверг сразу в мое расписание. Я беру вот, что продемонстрирует насколько быстро эти все технологии работают, я беру свой телефон и продемонстрирую вам, что это мероприятие сразу попало мне в телефон. Видите, вот посерединке моего экрана красненьким как раз добавилось в четверг в 15.00 до собрания. То есть вы нажали один раз то, что у вас будет мероприятие и оно сразу вам в календарик попадает. То есть очень удобная фишка, которую рекомендую тоже использовать и еще плюс, если вы добавляете это собрание для своих обучаемых, они приняли приглашение для участия в этой команде, то есть автоматически это собрание будет попадать в вашем обучаемом. я, к примеру, делаю копию этого приглашения и поделюсь с вами на это приглашение. К примеру, в четверг, когда я буду проводить прямую трансляцию по математике для своих обучения, вы сможете подключиться к этому собранию и посмотреть, как она проходит. Удобная штука, поэтому используйте календарик. Он помогает. я бы хотел сказать, конечно, нужно помнить всегда о своих мероприятиях, но на самом деле вы понимаете, что мероприятий проходит очень много, каким подключаться, где-то иногда забудешь, что это. Конечно, лучше поносить свой календарик, это намного упрощает жизнь. Лучше помнить действительно каких-то важных моментов. И то есть после того, когда создается какое-то мероприятие, делается вот такое «Вас пригласили на собрание». Но так как я вам показывал со своего англоязычного компьютера, вам пришло там, что «Вас пригласили на такое-то собрание и русское Teams». Нет, никакой разницы между англоязычным и русскоязычным Teams нет. То есть я настолько привык нажимать на те горячие клавиши, на те иконки, то есть выглядит все аналогично, что я даже не заметил, что перед тем, как начинать сегодняшнее мероприятие, у меня установлена англоязычная версия Teams. То есть те же самые расположения элементов, те же самые кнопки присутствуют. Есть различия в Teams, то есть в тех версиях, которые сделаны для образования, там включаются элементы, которые уже сразу интегрированы в Teams, вам не приходится самостоятельно добавлять приложение, то есть для командной работы, то есть есть различия между версиями простыми и версиями для образования. Я вам показываю сегодня просто, как настроить простой Teams, и к примеру, дальше мы переходим к возможностям онлайн собраний. То есть вы имеете возможность записать любое собрание. То есть если вебинарная комната записывает наше сегодняшнее мероприятие, потом его опубликуют на канале Директ Академия, запись сегодняшнего мероприятия, вы аналогичным образом имеете возможность запустить запись своего мероприятия, потом точно так же опубликовать на своем канале. То есть если я сейчас вернусь, то здесь точно так же можно включить запись сегодняшнего мероприятия. Итак, возвращаемся дальше. Продолжаем. Добавление каких-то электронных ресурсов. То есть в анонсе сегодняшнего мероприятия тут я сказал, что можно добавлять любые веб-ресурсы, которые вы используете сразу в эту команду. И тогда этот веб-ресурс будет доступен. То есть если вы все время ввели свой веб-сайт, веб-сайт преподавателя, то Microsoft Teams вам позволит сделать настолько удобным то, что вы будете вести изменения только на своем сайте, и эти изменения будут происходить автоматически на компьютере. поэтому добавлять приложение или собственный веб-сайт очень легко. заходите в раздел «Добавить приложение», то есть это то, что расположено сверху, и выбираете тот веб-сайт, который хотите использовать. Таким, конечно, минусом является то, что Teams позволяет использовать только защищенный протокол. давайте я вам тогда продемонстрирую. Защищенный протокол, то есть если ваш веб-сайт имеет HTTPS, это защищенный протокол, тогда вы имеете возможность его добавить. Ну, то есть вот вы выходите на вкладочку «Плюс», «Плюс», и добавляете любое приложение. То есть и начинаем с веб-сайта. вот он, вот я выбираю веб-сайт и указываю здесь, допустим, свой веб-сайт, который посвящен математике. То есть вот если я напишу просто название своего сайта MatemOnline, он мне не разрешит использовать. Смотрите, MatemOnline. Он говорит, что типа используйте недействительный URL MatemOnline. То есть если я допишу к названию этого сайта протокол http двоеточие два слэша, то соответственно данный веб-сайт тоже не позволяет использовать. То есть он открывается по этой вкладке. Но Тимсу необходимо именно, чтобы вы написали защищенный протокол http S. MatemOnline, но он пишет, что типа это уже существует, я напишу, что это веб-сайт один, было так названо, я напишу математика, математика онлайн, то есть математика в режиме реального времени, да, математика, и нажимаю кнопочку Save. И этот ресурс автоматически сразу в Тимсе подкачивается все данные с моего веб-сайта, который я располагал, да, и сразу подкачивается. сразу 5 секунд надо подождать. Все, вы видите в режиме реального времени, что не надо открывать новые вкладочки, не надо открывать десятки различных приложений, вы работаете в Тимс, и то, что необходимо для ваших обучений, вы сразу здесь располагаете. То есть необходимо использовать записную книжку, то есть записная книжка, если я люблю использовать OneNote, то есть у меня здесь несколько тысяч заметок, то есть я захожу в свой OneNote, и если я буду писать на каком-то планшете, то есть ходить по классу аудитории, потому что так, сейчас с дистанционным обучением все соскучились по своим аудиториям, и то, что я показываю, то есть вы сможете использовать после того, когда вернете. Здесь можно выбрать свои заметки, так, и сразу писать на своем планшете, а это будет отображаться в этих заметках, которые вы добавили для своих обучаемых. Но главное, что вы с легкостью подключаете любой ресурс, вот, к примеру, я ресурс по математике, и вы обучаемые могут сразу просматривать в Microsoft Teams, то есть создали какую-нибудь игру, создали какой-нибудь обучающий курс в курс на своем веб-сайте все, он сразу интегрирован в Microsoft Teams. Наибольшую сложность, конечно, вызывает это получение данных от тех студентов, которые заходят в Microsoft Teams и используют ваш сайт. То есть, как брать и получать эти данные, здесь, конечно, требуется технических навыков, но я думаю, скоро будет подготовлена удобная среда, чтобы любой преподаватель, без знаний каких-то навыков, видел статистику по обучаемому, сколько они заходили, сколько просматривали в офисе, сколько выполняли задания и так далее. То есть, как показать свой экран во время онлайн занятия. То есть, это я уже сразу продемонстрировал, когда включил онлайн занятия, и те, кто подключился к нашей сегодняшней группе, они видят мой онлайн, мой экран, и сразу переходят. Дальше, то, что вы Microsoft Teams можете использовать с любого устройства, с Android, если сделать настроечки, сделать настроек, конечно, легче с компьютера, но потом, если где-то находитесь в дороге, всегда можете посмотреть то, что делают ваши студенты, зайдя с мобильного телефона. То есть, все это очень удобно. Так, как добавлять веб-сайт, я уже вам продемонстрировал, показал в режиме реального времени ваше, то есть, добавление веб-сайта работает, и очень удобно то, что для Microsoft Teams выдается электронная помощь, почта, для каждой команды выдается электронная почта, и если вы отправляете сообщение на электронную почту, она сразу попадает в данную группу. То есть, это, конечно, такой старый метод, сейчас, ну, зачем тебе использовать электронную почту, но этот старый метод позволяет запрограммировать массу событий, то есть, если вы ведете какую-нибудь систему дистанционного обучения, она имеет возможность делать рассылку, да, и, соответственно, вы делаете в настройках своей электронной почты, что если приходит какая-то рассылка от системы дистанционного обучения, переадресовывайте это письмо по тому адресу, который создан для команды, и оно будет получаться по обучаемому. Итак, ту ссылку, которую я вам сегодня пересылал для того, чтобы подключиться к команде, да, я сделал вот здесь на виде QR-кода, поэтому попробуйте отсканировать этот QR-код и подключиться к команде. Так, наверное, с участником. Так, у меня что, много участников повыходило. Нет, нет, это Microsoft Teams немножко переключался. Так, вот, и вы имеете возможность подключить. Ну что, попробуйте отсканировать ссылочку, переадресовывает вас на нашу команду. То есть, вот то, что у меня спрашивали. Спрашивали, отличается ли англоязычная версия от русскоязычной? Нет, у них одинаковые возможности. А вот версия для образовательных учреждений, она, конечно, более приятна. поэтому те участники, у кого образовательное учреждение заключило контракт с Microsoft, можете протестировать Office 365 для образовательных учреждений. То есть, войти и попробовать, как используется. То есть, вообще, для преподавателей, учащихся предоставляется это бесплатно. Но надо только подтвердить именно то, что вы используете. Что ваша организация является некоммерческой, является образовательной. То есть, пусть кто-то есть администраторов, или если вы администраторы, то есть, отправьте Microsoft запрос, и они примут решение о том, чтобы все домены, все электронные адресы, которые вы имеете, то есть, вам в учебном учреждении задают название университета .ру и, соответственно, любые имейлы создаются через собачку, и тогда все ваши участники будут иметь возможность. Здесь я уже добавлял пошаговую инструкцию по тому, как необходимо делать, и о том, как организовывать собрание, тоже я вам показал с помощью демонстрации своего экрана. Вы видели, что легко создается собрание, я просто вернусь, здесь уже последовательно те шаги, которые вам необходимо выполнять. Сейчас основные возможности я вам показал, давайте немножечко просто повторяем. Если вы хотите создать какое-то мероприятие, предстоящую лекцию, мероприятие, вносите это в митинг, да, так, и копируете либо это приглашение, делитесь с участниками, как я с вами в группе поделился, и заносите в Google Комментарь. После того, когда занесено в Google Комментарь, Microsoft приглашает, Microsoft подтверждает, что вот ваше мероприятие успешно создано, и делает ссылки для подключения к этому мероприятию. Так, я делал такой пинскрин еще, да, это тоже вам сегодня уже продемонстрировал. Следующий, после того, когда ваше мероприятие создано, да, вы делаете либо демонстрацию экрана, нажимаете на вот эту пятую кнопочку, то есть, как бы, кнопочек будет очень много, и вполне возможно, что вам необходимо будет, ну, сначала можно будет запутаться в количестве этих кнопочек, поэтому здесь в презентации я вам во второй части именно выделил те самые важные моменты, которые необходимо нажимать. То есть, вы выбираете пять, то, что будете делать, демонстрацию экрана или открывать приложение, то есть, для демонстрации экрана, вот я выделил шестым пунктом, что необходимо нажимать, выбираем весь десктоп, потому что, если вы выберете Windows, то есть, окно, то есть, вам будет идти трансляция одного окна, то есть, если у вас, допустим, к примеру, вопросы подготовлены в одном окне, а ответы в другом, вы не хотите, чтобы обучаемые случайно увидели эти ответы, то тогда можно использовать Windows, но на практике, конечно, лучше использовать десктоп, потому что все, что вы видите, видит и ваше обучаемое, и вот седьмой пункт, это те приложения, которые вы будете использовать, как использовать whiteboard, я вам показал, да, то есть, вы включаете, и все вместе пишете задания, которые необходимы, вот он whiteboard, я написал там Direct Academy, этот whiteboard доступен обучаемым, дальше, после того, что вы сделали, седьмой пункт, следующим важным моментом, то есть, когда вы выбрали какое-то приложение, заметьте, что все приложения, которые вы будете использовать в Microsoft Teams, они открываются внутри Microsoft Teams, то есть, они не будут занимать операционную память вашей системы, они будут доступны, если вы выйдете с мобильного устройства, то есть, если вы раньше, допустим, делали настройку своего домашнего компьютера и рабочего компьютера, то сейчас вам необходимо будет просто делать настройки одного Microsoft Teams, то, что очень тоже удобно, но и этот Teams не запрещает, если вы будете использовать десктопные приложения, десктопные приложения могут работать, если вы не запускаете Teams, то есть, вы запустили доску, а потом необходимо сделать какие-то пометки, и не надо запускать весь этот здоровый механизм, просто открыли доску, посмотрели, что напишали, написали ваше обучение, сделали исправление для них. Дальше, после того, когда вы поделились ссылкой с обучением, данную слайд я расположил и для тех, кто впервые использует сегодня Teams, и для ваших обучаемых, что им начинать, то есть, те, кто имеет Windows, конечно, лучше установить это приложение, нажать, открыть приложение на вкладочку 13, то есть, если у них его нет, то есть, они предварительно скачивают это приложение по кнопку 11, но и также приложение Teams будет классно работать просто в браузере, когда никакой дополнительной установки не надо, компьютер закрыли, браузер закрыли, ничем оперативная память не заселена, да, то есть, можно использовать. Итак, вот он, самый ключевой момент, остается у нас 10 минут нашего вебинара, это то, как подключать приложение, как подключать веб-сайт, вот этот 13 момент, я вам сегодня показал в режиме реального времени, да, то есть, я ввел название своего веб-сайта, он прекрасно заработал, дальше, какие еще приложения я использую, я выделил это приложение OneNote, очень классно, вы делитесь сразу, можете поделиться как целой записной книжкой, так и отдельными страницами этой записной книжки, и когда вы или ваши обучаемые будут делать конспект, то есть, это очень удобно, но ввести конспекты, то есть, можно сделать какую-то рабочую тетрадь, как у американцев, они уже 20 лет распечатывают тетради, конспекты обучаемые, то есть, им не приходится писать одно и то же, что делает лектор, как у нас, да, они понимают, они слушают внимательно, а потом только записывают ключевые моменты, то есть, для них в этой рабочей тетради оставляется продукт и места там, где надо подумать, чтобы не просто он бездумно, то есть, слушал и читал, а еще в некоторых местах думал, то есть, если вы подходите к обучению так же внимательно, то есть, вы можете создать какой-нибудь конспект в анноуте, предоставить этим обучаемым, и они будут слушать и заполнять этот конспект, то есть, для каждого обучаемого будет возможность сделать копию этого конспекта и вести его самостоятельно, но что, это касается относительно анноута, какое приложение в YouTube, мы все пользуемся YouTube, не знаю, может кто-то его не любит, и зато реклама, к примеру, мне не нравится, которую он вставляет, но наши русские люди как бы, да, любят больше изобретать ракеты, чем какие-то полезные сервисы, поэтому, кроме этого, американского сервиса YouTube, да, никакой ни Routube, ни Vimeo пока не сравняется, то есть, там больше количество уроков, там вы можете находить классные, полезные ссылки и нажимаете на, к примеру, если вы нажимаете на YouTube, то вам доступно, имеется возможность добавить любой видеоролик. Я вам пока сделал акцент на том, когда вы добавляете, к примеру, OneNote, видите, вот я добавил OneNote, то есть, мы нажали 12-ю кнопочку и здесь показывает, что если вы нажали 12-ю кнопочку, все элементы взаимодействия, которые были доступны в OneNote, они вот доступны здесь. И как пользоваться OneNote, это можно проводить отдельный вебинар, он позволяет делать выкописные заметки, вот вставлять любые изображения, вставлять любую текст для редактирования, то есть, вот так же, как в Word доступны элементы управления, выделим главный доступный. Здесь, потом можно делать любую вставку картинок, можно делать рисование этих элементов 12.5, когда вы нажимаете рисование, вот 12.4, появляется дополнительная возможность, и то есть, проводить любые тесты, я выделил где-то 12.6, здесь можно кнопочкой. То есть, OneNote это классная штука, которая легко интегрируется в Microsoft Teams. Дальше, здесь я расположил ссылку по тому, как вы будете интегрировать другую доску для взаимодействия с учащимися, поэтому можно будет ее потом посмотреть, этот видеоролик, жалко, что у нас Mirapolis не запускает. Здесь был вставлен как раз именно видеоролик, я хотел его для вас продемонстрировать, но ничего, посмотрите самостоятельно, и я лучше отвечу на живые сегодня вопросы, которые будут у вас поступать. Просто, что если вы подключаете какое-то приложение, в большинстве случаев, вот это приложение для взаимодействия, необходимо пройти аутентификацию этого приложения, то есть пойти под своим логином и паролем, ввести те цифры, которые предложены, но это уже как бы делайте самостоятельно. Все. И, надеюсь, каждый после сегодняшнего вебинара получит такое сообщение, что вы отлично справились с организацией вашего первого собрания, поэтому организуйте это собрание, потом и пригласите меня поучаствовать в своем собрании, то есть я потратил время, как бы вам сегодня продемонстрировал, как организовывать собрание, и самые наилучшие награды, если кто-то после сегодняшнего мероприятия пригласит меня, скажет Виталий, спасибо, мы научились создавать свои собрания в Microsoft Teams, приходите на наши мероприятия, то есть я люблю любое мероприятие, которое может разнообразить нашу жизнь, сделать легче жизнь, поэтому пишите, приглашайте. Я покажу еще один способ добавления приложений, обратите внимание, вот здесь вы добавляете приложение, вот я ставлю восклицательный знак, а также добавляете приложение, нажимаем на вот эту кнопочку, то есть в Teams многие кнопки продугированы, здесь вы нажимаете приложение, и сразу выдвигается список наиболее популярных или тех приложений, которые вы используете. что же, прошлый мой вебинар был посвящен Zoom, вот пожалуйста, я показываю, что любое собрание можно организовать, стартануть в Zoom, поэтому нажимаете вот эту кнопку Zoom, и с легкостью его используйте. Здесь больше представлен как бы чат-бот Zoom, то есть вы если интегрировали это приложение Zoom, он сразу показывает, что вы можете либо запустить собрание, либо подключиться к какому-то собранию, либо выйти из собрания. Клавиша Help показывает те три команды, которые были перечислены дальше, то есть я просто нажимаю на Zoom, нажимаю кнопку Start, мне сразу создается конференция, конференция доступна всем обучаемым, которые будете в команде, и они сразу нажимают и сразу подключается к этой конференции, то есть к примеру, то, что сейчас я запустил в Microsoft Teams, есть возможность сделать в Zoom, и Zoom, чем удобен, тем, что он в платной версии позволяет сразу делать прямую трансляцию, к примеру, я параллельно еще запустил прямую трансляцию у себя в группе, в своей академии, в которой я люблю уже несколько лет, и те слушатели, которые не получали посылки в Директ Академии, могут видеть это непосредственно на моем канале, аналогичным образом, вы тоже можете делать любую интеграцию, запустили мероприятие в Zoom, запустили прямую трансляцию, и сразу переходить, если захотел пригласить, копировать ссылку на приглашение, и точно так же, я сейчас запустил параллельное мероприятие в Zoom, попробуйте подключиться, посмотреть, как видно в Zoom, то есть эта конференция сразу будет интегрировать. Ну что, подходим потихонечку к концу нашего сегодняшнего мероприятия, здесь просто показано, как открывается приложение Zoom, это все рассказывал на нашем прошлом вебинаре, ну и потом, когда вы раскрываете подробно вот эту кнопочку по приложению, ваше приложение отсортировано по популярности, здесь можно добавлять приложение, вы либо осуществляете поиск того приложения, про которое узнали, что оно будет полезно для образования, если мы посмотрим про образование, видите, здесь можно сразу нажать на вот эту кнопочку, давайте поставлю восклицательный знак, и вы будете видеть все приложения, которые полезны для образования, но по поводу приложений, здесь нужно организовать отдельный вебинар и так далее, я покажу, допустим, с какой легкостью можно интегрировать свои уроки в Ютубе, то есть вы можете на своем канале делать коллекцию классных видеоуроков, а потом вы пишите, например, название канала и как называется этот видеоурок, вот я написал название своего канала, и когда-то я проводил мероприятие по сумме сразу написал вот здесь 24 пунктам, 25 пунктам мне высвечиваются те ролики, которые рекомендуют, 26 я сразу нажимаю сайт, все, для всех моих обучаемых этот видеоролик сразу попал в зону, 27, это веб-сайт, я вам показывал, и сразу выделил пункт, то, что 28 пунктом вы должны писать защищенный протокол HTTPS, потом название веб-сайта и 30 пунктом сохранить, все, как добавлять файлы, это было с самого начала нашего сегодняшнего вебинара, просто повторяю то, чтобы вы могли подключаться к нашему вебинару, да, ну и то, как, допустим, идет наше мероприятие, можно или те файлы, которые вы подготовили для мероприятия, можно просто перетянуть в Microsoft Teams, вот видите, открыл одину папку на компьютере и просто мышкой взял и перетянул в Microsoft Teams, все, файл с презентацией сразу попадает, но Microsoft Teams это очень такая богатая платформа, которая позволяет вам взаимодействовать, здесь я скинул ссылку на центр преподавателя, у них есть целый часовой курс посвященный Microsoft Teams, попробуйте посмотреть, там видеоуроки, что, где, как нажимать, но правда жалко на английском языке, поэтому все, что там рассказывать, я постарался вам сегодня рассказать на вебинаре, поэтому надеюсь информация вам была полезна, поэтому ну что, добрый путь в онлайн обучение, проводите свои мероприятия эффективно, так, чтобы не было стыдно за проводимые мероприятия, небольшой анекдот я решил встать в конце нашего сегодняшнего занятия, так, чтобы вы любые свои занятия проводили тактично, потому что на заднем фоне может кто-то бегать из ваших родных и так далее, да, все, поэтому на сегодня я с вами прощаюсь, все контакты для связи я оставляю, если есть какие-то вопросы, давайте, у меня есть еще минут 5-10, я могу вам ответить. Славыч, вопросы есть во вкладке вопросы, посмотрите, пожалуйста, мы постарались их все туда собрать, чтобы из общего чата ничего у нас не пропало, что-то уже походу было отвечено, но посмотрите, там достаточно много интересных вопросов. Так, где-то здесь идет еще нужно на втором же компьютере, точно, у меня Teams перехватил экран, сейчас, значит, у нас вопросы появились на второй вкладке, да, тогда я сейчас их тогда пересматриваю, да, тогда, так, ну, можно я начну тогда с конца, так, к сожалению, опоздал, как получить запись вебинара, то есть, запись вебинара будет, да, поэтому, так, запись вебинара будет, вот даже я то, что вам сильно показывал, я попробую запустить прямую трансляцию у себя на странице на Facebook, поэтому попробуйте посмотреть, как на этой странице идет дублирование этой трансляции, она сохраняется автоматически, так как в Direct Academy запись вебинара попадает на следующий, как бы, день или через день, так, что у нас идет еще, так, Татьяна Викторовна, можно озвучить эти вопросы, я сразу отвечу, потому что от ползуночек очень медленно, как преподаватели увидят одновременные, одновременные экраны нескольких учеников, да, то есть, Microsoft Teams, с удовольствием, значит, Виталий Станиславович, значит, по вопросам, то, что касается записи и прочее, это я отвечу после вебинара, Копрачников Андрей Николаевич спрашивает, можно ли использовать дополнительно документ-камеру? Ну, конечно, камера, документ-камера, это вот, представляет из себя, где у меня зеркало есть, как бы, вот у меня стоит, к примеру, камера, да, так, я сейчас выключу, просто, прям получается, да, и я просто вещаю, камера, это идет устройство, да, которое показывает вас, берете эту камеру, ставите на вертикально, чтобы он показывал плоскость вашего стола, все, все ваши обучаемые видят то, что отображает этот инструмент, документ-камера, просто, что в настройках, когда вы выбираете камеру, вот те, кто у нас сейчас в Teams, да, получается, необходимо использовать устройство по умолчанию, да, то есть у меня на компьютере несколько камер, и когда вы подключаете документ-камеру, нужно будет просто сказать, что это устройство будет использоваться по умолчанию, то есть, либо в настройках операционной системы делаете то, что документ-камера, это устройство будет использоваться по умолчанию, либо перед названием собрания будет именно сделана так настройка девайс, девайс с этим, да, вот я сейчас тогда сделаю демонстрацию своего экрана и покажу, где это сделать непосредственно в Microsoft Teams, видим мой экран, переключился, видите, вот нажимаем на эти три кнопочки, да, и вот здесь вот эта кнопочка именно настройки, вот я перехожу в настройки, в настройки, у меня по-английски девайс с этим, у нас это просто настройки устройства, и вот здесь указан, какой будет устройство использован для аудио, для микрофона, да, и когда вы подключаете документ-камеру, то вот здесь настройки то и документ-камеру, видите, у меня передняя камера, если я переключусь на заднюю камеру, у меня все, что творится сзади, так, также вы включаете документ-камеру и все те документы или то, что вы пишете рукописно на листиках, будут сразу отображаться для ваших обучаемых. Все, следующий вопрос. Виталий Станиславович, Дмитрий Львович Кречман спрашивает, подскажите, как преподаватели увидите одновременно экраны нескольких учеников? Вот здесь как бы вопрос не самому интересен, поэтому, если кто-то найдет ответ на этот вопрос, то есть, как бы, я жду ответ на имейл, то есть, я делаю по очереди, поэтому, да, то есть, мне было бы удобно, то есть, как я выкручиваюсь из этих ситуаций, то есть, есть программы для удаленного управления, да, и, то есть, я подключаюсь через программу удаленного управления, то есть, я вам даже сейчас продемонстрирую, да, как я выкручиваюсь из этого, из этой ситуации, демонстрация вашего рабочего стола, видео, да, то есть, что я для этого использую, то есть, Google, приму в десктопе, есть такая программа, да, и здесь можно подключаться к любому пользователю, то есть, вы своим обучаемым скидываете вот эту ссылочку, то есть, здесь я не только вижу, но я могу помогать обучаемым, то есть, у меня каждый обучаемый присылает мне свой ID, и я через удаленный доступ подключаюсь к этим обучаемым, то есть, если есть, вот у меня сейчас, к примеру, подключен, к примеру, мой домашний компьютер, он расположен где-то далеко, вы подключаете точно так же к своим обучаемым, и каждое обучаемое у вас, получается, будет открыто в новой вкладке, видите, проходит некоторое мгновение, здесь подключается компьютер, да, и что-то там на компьютере происходит, в некоторое мгновение, и потом я просто между вкладками этого компьютера вижу, что делает каждый мой обучаемый, то есть, ну, я не знаю, сделали Microsoft вот эту штуку, ну, просто по количеству функционала, мне кажется, это самое первое пункте, которая должна была быть интегрирована, то есть, я нашел, как интегрировать, там, LMS 360, да, видите, я вижу экран своего обучаемого, то есть, вижу, что мой младший сосед уже играет, выиграет, то есть, все, нужно его отключать, я, выхожу его с игры, и так далее, то есть, ну, точно так же вы можете подключаться, и все, там, вторая вкладка, это вторая ваша обучаемая, третья вкладка, это третья, то есть, оно поддерживает очень много, я когда там подготовил ребят к олимпиадам, по программированию, они все подключались с разных мест, просто я только так сидел, смотрю, как он пишет, там, программку дописал, и так далее, ну, в принципе, вот такой вопрос, какие еще есть вопросы? Так, два небольших вопроса от Светланы Александровны и Елены Аркадьевны, есть ли обычный компьютер, каким способом можно рисовать на доске, по-моему, мы про это уже говорили, вы будете рисовать на обычном компьютере, вот, мышкой, понимаете, мышкой, где она, мышкой будете рисовать, но это не так удобно, когда вы возьмете, к примеру, графический планшет, вот, к примеру, это Microsoft, графический планшет, он настолько классно, он поддерживает такие рукописные заметки и так далее, вот, вы пишете здесь, да, эти планшеты с рукописным вводом, они, конечно, разнообразные, дешевый китайский можно взять, да, можно взять просто, если у вас сенсорные, у вас же сенсорные экраны, все мобильные телефоны сенсорные экраны, поэтому, что делаете, вы просто берите и пишите на, на телефон, ну, у меня телефон тоже со стилусом, если взять, да, в нем есть стилус, но если нет этого, этого специального стилуса, берете простой, такой, знаете, как, these, китайские ручки, которые на конце, И все. И пишите вы так просто по своему сенсорному экрану на телефоне. Просто здесь я тоже продемонстрирую, что если вы установили вот этот вайтборд, который я вам показывал сегодня. Вот он. Вот он вайтборд. На нем можно писать. Вы когда делитесь ссылкой со своими обучениями, ссылка общего доступа. Создание ссылки общего доступа. И делитесь этой ссылкой. Одно мгновение копировать ссылку. Я сейчас отвечу, и вы все увидите, что вот я делюсь этой ссылкой в чате. И давайте, кто у нас там были самые активные участники, если они еще не учли на свои занятия, попробуйте написать. И эту ссылку я, к примеру, отправляю там в скайпе. Так, 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 так. К примеру, себе. Отправляю в скайпе и покажу, что с телефона можно делать эти занятия. Посмотрите, да? Геннадий, да? Демонстрация моего экрана. Я в режиме миллионного времени подключаюсь с телефона по этой ссылке. Он просит ввести пароль, я просто покажу, что здесь вот мы как бы не введем пароль. Татьяна Викторовна, задавайте следующий вопрос, пока происходит подключение. Следующий вопрос от Елены Аркадьевны. Какого типа файлы можно загрузить в команду? Все ли типы файлов загружаются в команду? Все загрузится. Просто что, вы понимаете, да? Всегда вы можете отправить любой файл, но не всегда он откроется. То есть загрузить вы можете любой файл. То есть файлы это всего лишь последовательные... Наверное, задавайте вопрос, чтобы что-то открылось. Ах, ну это тогда надо ставить по-другому, да. А вот с открытием файлов, то, естественно, это те файлы, которые поддерживают операционные системы. Просто те файлы Microsoft, которые самые распространенные, они всегда будут открываться внутри приложения Teams. А те файлы, которые не являются стандартными расширениями, то есть они будут открываться в операционной системе. Если ваш компьютер или компьютер обучаемый поддерживает этот файл, то он всегда будет открываться. Поэтому, ну, я сторонник вообще веб-приложения, да. То есть когда вы через веб-браузер открываете, то есть если открывается веб-браузер, то есть значит у любого пользователя на компьютере это приложение откроется. Нормально? Еще один вопрос, Виталий Станиславович, от Евгения Юрьевна Широковой. Если Teams установлен на компьютер, не на все компьютеры он останавливается, или есть ли Teams в браузере, есть ли разница в работе? Смотрите, все приложения стараются разработчики сделать, чтобы они были полностью похожи, да. То есть по интерфейсу эти приложения практически одинаковые. То есть если вот мы сейчас откроем Teams в браузере, да. Секундочку. Так, я открою Microsoft Teams. Teams, да. Там все может быть. То он выглядит аналогично. Но вот в плане того, когда вам приходит, смотрите, простой пример. Вам приходит файл. Он сразу сохраняется на ваш компьютер. И если отключили интернет, этот файл будет доступен на компьютере. Или вы вышли где-то в дороге, где этого интернета нет, файл отправился и сохранился на компьютере. Если вы используете через браузер, все в браузере осталось. То есть нет интернета, нет возможности подключиться к облаку, к удаленному серверу. И тогда этого файла нет. То есть, ну, конечно, браузерные версии, они будут иметь ряд недостатков. То есть работали с Google Docs в браузере, да, то есть они предусмотрели такой формат, как оффлайн формат. И если вы работаете с этими файлами, они, файлы, продублируются. И поэтому необходимо делать настройки, к примеру, в своем мобильном телефоне, чтобы все файлы автоматически сохранялись. Ну, здесь есть как бы ряд недостатков. То есть со временем эти файлы могут всю память телефона заполнить. То есть если, например, в Teams присутствует, не в Teams, а в Office 365, который использует совместно с Teams, 1 терабайт памяти, то, естественно, телефон помещает, а мне всего лишь там 256 гигабайт, то есть это не помещается. Даже самый мощный телефон мне не помещает эти файлы. То есть вот такие как бы преимущества и недостатки использования браузера. Вот я, к примеру, вам показываю, что сейчас пойду через браузер, видимо, вот так, да. И интерфейс будет аналогичный. То есть, ну, браузерную версию протестировать легче всего. То есть те ссылки, которые я отправлял, или то, что я сегодня показывал, когда вы входите в Microsoft Teams, ничего не надо делать. И второе преимущество, недостаток, видите, у меня сейчас идет и трансляция, и потоковые обещания, да. Сколько времени проходит, чтобы открылась браузерная версия. То есть, ну, 20 секунд прошло, 25, чтобы отправить сообщение одному обучению, мне кажется, это очень большая потеря времени. То есть и нужно всегда использовать то, что открывается мгновенно, да. Вот если я сейчас открою Microsoft Teams, вот, мгновенно открылось приложение, да, оно работает, все идет. А браузерная версия, вот что-то здесь может немножко первый раз подкручиваться. Ну, это, я не знаю, это Microsoft, они любители создать приложение, там, Word, простой редактор, да, текста. И надо сидеть, ждать, пока эти прокрутятся 10 раз от окошка, чтобы открылось самое простое приложение. Вот так наше время воруют. Ладно, не буду воровать ваше время, какие еще вопросы появились? Так, еще, давайте тогда еще один вопрос. Остальные коллеги, там посмотрело очень много таких серьезных, больших вопросов, много составных. Давайте тогда договоримся. Не обижайтесь, если на чей-то вопрос мы сегодня не ответим, я эти вопросы передам Виталию Станиславовичу. Я думаю, он найдет возможность ответить где-нибудь на Фейсбуке, либо связаться с участниками. Да, тем более, контакты есть, можно найти и на Фейсбуке Виталия Станиславовича. Тогда можно будет получить ответ на свои вопросы, потому что там очень много, мы иначе очень долго будем сидеть. Придется принудительно закрывать сессию. Последний вопрос. Дмитрий Львович спрашивает, подскажите, есть ли какие-либо особые функции именно для обучения? Выставление оценок, к примеру, или что специфическое? Вот это, которую я принимал участие в конкурсе Microsoft. Да, называется Assignments. Да, и сейчас я напишу название того, как пишется. Про эту штуку, что получается? Microsoft почему анонсировала этот конкурс для образования? То есть там именно, как вы получаете данные, к примеру, от своей системы обучения. Или проводите тестирование. И у них целая платформа, то есть Ажура, да, это облака, которая позволяет интегрировать. И то, что сейчас делают разработчики и ребята, там студенты совместно с преподавателями, как раз разрабатывают такие системы. То есть вы, я напишу название, да, вот это расширение, посмотрите. Да, именно это расширение идет для Microsoft по Education. И как раз там происходит целая серия таких приложений, которые позволяют выставлять оценки. Вообще любая LMS, Learning Management System, позволяет использовать такой инструмент, как Learning Tool, да, который имеет возможность от одной системы обучения, да, направлять обучаемого на другую, да, то есть, к примеру, он обучается ваш студент на каком-то курсе. Вы нашли какой-то другой классный курс и говорит, пройди этот курс. И обратно он не уходит, как вы его отправляете по ссылке, и вы не знаете, что он делает на тот сайт. Он проходит этот курс по той ссылке, а возвращается на ваш курс с уже выставленной оценкой. Аналогичным образом будет работать и Microsoft Teams. То есть вы попробуйте просто, как вы ввели свои LMS, там, Moodle или 365, без разницы, какой LMS вы пользуетесь, да. Главное, чтобы он поддерживал вот этот стандарт Learning Tool Instruments, да, это LTE формат. Я вам сейчас скину название, думаю. И если ваша система поддерживает, так, что это он не видит, я скинул ссылку на свой канал. Ну, вот я вам тогда присылаю ссылку на свой канал, а мне на моем канале найдите именно описание именно вот этого LTE формата. И если ваша система дистанционного обучения будет поддерживать этот LTE формат, или вы отправляете на какую-нибудь такую систему, ну, к примеру, наша русскоязычная система Stepik поддерживает. Нашли классный курс на Stepik, и отправили ребят на этот курс, они вернулись в вашу систему с этими оценками. Поэтому, как бы, это отдельная тема, о которой я могу говорить долго, то есть это моделирование у всех вообще инфляционных образовательных процессов. Да, это же отдельный вопрос. Все, кто здесь собрался, с удовольствием ждем, чтобы так легко было. То есть запустил их в Teams, и сказал, ребята, выполняем этот тест, а потом оно все пришло. Но пока еще каждая система работает в таком своеобразном решении, и приходится их отправлять именно на тот веб-сайт. Поэтому что вы делаете? Вы добавляете просто веб-сайт, то есть систему, где вы привыкли проводить тестирование, выставлять оценки и так далее. Они будут интегрированы в этом Teams. Они также, данные будут попадать. То есть, ну, конечно, я не люблю делать то, что еще не сделано. Я просто вам покажу свой проект, который, ну, пока здесь, вот, именно как раз визуализация данных, получаемых в процессе обучения. То есть он у меня находится пока еще на стадии разработки, но когда он будет сделан, тогда он будет просто агрегировать все данные, да, о результатах обучения. И, соответственно, в Microsoft Teams можно будет его добавить, и вы будете видеть все, что делают ваши студенты, где какие курсы проходят и так далее. Ну, это, я думаю, как бы... Еще нужно будет дать время, средства на развитие этой системы, поэтому, как бы, люди, поэтому те, кто пожелает, да, развивать эту систему, присоединяйтесь, пишите, да, будем тестировать какие-то начальные версии, да. Ну что, все? Спасибо большое, Виталий Станиславович. Спасибо большое, Виталий. И тогда вопросы я передам нашему спикеру, он сумеет подготовиться к ответам, и тогда уже можно будет с ним непосредственно получить ответ из первых уст, скажем так. Соответственно. И по поводу, был у нас вопрос, давайте проведем отдельную встречу за спикером. Да, коллеги, конечно же, у нас будут еще вебинары, где будет участвовать Виталий Станиславович и проводить. Конечно же, это не последняя наша встреча. Ну, у меня просто планируется... Просто к тому времени ответы на вопросы могут быть... Сейчас я провожу серию бесплатных вебинаров, а так у нас будет в следующем году. Как стать успешным дистанционным преподавателем. Да, идет демонстрация экрана, да. Вот. В рамках Директ Академии будут проходить этот курс. То есть, несколько лет подряд я его проводил. Обычно он проводится зимой, да, когда холодные, февральские вечера. То есть, вполне возможно, я проведу этот курс. Он будет уже кардинально изменен. То есть, за этот год перевернулся вверх полностью. То есть, насколько ворвался Zoom, насколько ворвался Teams, сколько можно различных приложений и сервисов использовать. То есть, в рамках своего курса я обучаю, как создать преподавателя собственный веб-ресурс, на котором он может интегрировать различные доски, сервисы, там, системы тестирования, проверку заданий и так далее. То есть, на этом курсе, ну, он будет кардинально еще изменен. До этого курса я еще, думаю, проведу 2-3 бесплатных мероприятий, на которых покажу вот эти все появляющиеся технологии, да. И уже потом в рамках этого курса, да, то есть, у меня много преподавателей уже научилось создавать собственные ресурсы, которые позволяют, главное, экономить время. То есть, к примеру, систему Moodle, да, которую многие используют, наслышаны, она умеет делать все. Но она настолько сложна в освоении, что те, кто только старается войти в этот мир дистанционного обучения, да, она у них только отнимает время преподавателя тратит, там, к примеру, 50 часов на создание какого-то курса, а потом курс проводит еще, там, 40 часов. То есть, в итоге он потратил 90 часов, а на самом деле он мог бы классно в режиме реального времени провести занятия, сохранить после этих занятий живые видеоуроки, сопровожденные какими-то полезными ресурсами. То есть, и нужно понимать, какой инструмент и для каких целей использовать. Поэтому на наших вебинарах я как раз понимаю то, что необходимо именно сегодня, именно преподавательно, да. И поэтому свои контакты вот я оставлю, пожалуйста, пишите, звоните по скайпу, да, этот же ID является моим ID в Microsoft Teams. И те, кто освоит, сразу добавили и нашли меня, написали вопросы, да. Конечно. Спасибо большое, Виталий Станиславович. Я стараюсь отвечать на вопросы, да. Ну, вопросы, вопросы я тогда вам перешлю из чата, и можно будет с участниками, да, участникам, чтобы получить ответ и написать непосредственно Виталию Станиславовичу, связаться с ним по тем контактным данным, которые он оставил. Ну, и... Хорошо. Ну, все, все, тогда прощаемся. Таким образом, да. Приобретайте сертификат, это как бы дает стимул авторам проводить бесплатные мероприятия, да, тогда я подготавливаюсь, ищу что-то новенькое, и как раз такие мероприятия запускаю. Все, тогда с вами прощаюсь. Всего доброго. Все, жду вопросов. Все, спасибо.